Всем привет! С вами Сергей, я рад приветствовать вас на канале Бастионез. И сегодня я вам расскажу главные правила, на которые стоит опираться при выборе входной двери. Возможно, эти правила покажутся вам неочевидными, но на них стоит обращать внимание. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и тогда все станет понятно. Первое – это место поиска. Мы живем в 21 веке, и в большинстве своем случаев поиск начинается именно в интернете. Человек вбивает входные двери – купить. И дальше переходит по первым ссылкам, которые ему выпадают. Но не стоит полностью на это ориентироваться. Ведь здесь вопрос в том, у кого лучше настроен сайт и лучше проплачена реклама. Поэтому лучше поискать больше информации о компаниях, которые производят входные двери. Вы можете узнать это на независимых отзывиках, посмотрев, у кого больше рейтинга. То есть тем самым отсечь сразу недобросовестные компании. Возможно, у компании есть какие-то социальные сети, будь то Инстаграм, либо Ютуб. Информации сейчас очень-очень много. Но главное – в ней не заблудиться. Как правило, человек дома, наметив себе несколько компаний, смотрит, где они находятся, и дальше уже едет в торговый центр, чтобы вживую посмотреть и пощупать двери. Если вы приехали в торговый центр, но предварительно не подготовились дома, то дальше уже можно попасть под влияние харизматичных продавцов. То есть очень многие продают, ну, я бы сказал, посредственные двери, но очень хорошо умеют их продавать. Поэтому мы испытываем к продавцу симпатию, доверие, но здесь происходит некая подмена. То есть я-то испытываю доверие к человеку, тем самым думаю, что и двери хорошие. По факту может оказаться не так. Поэтому стоит приезжать уже несколько подготовившись. Либо приезжать в проверенную компанию, у которой довольно-таки высокий рейтинг. Следующий пункт – это предоплата. Некоторые компании запрашивают 50, а то и 100% предоплаты. То есть сначала нам отдайте денег, а дальше мы будем делать для вас дверь. К сожалению, не все продавцы являются добросовестными и порядочными. И отдав деньги, интерес может к вам быть просто утерян. Поэтому предоплата, ну, на мой сугубо личный взгляд, не должна превышать больше, чем 30%. Ну, например, мы в своей компании до 200 тысяч рублей предоплату не берем вообще. То есть изготавливаем дверь, привозим, ставим, и только после этого человек оплачивает. Когда понял, что его дверь уже стоит в его проеме, и что с ней все хорошо. А бывали ли случаи, что клиент отказывается тогда от двери, и он же не заплатил денег? Это бывает очень редко, но бывает. В большинстве своем случаев у нас с клиентами выстраиваются доверительные отношения. Как у них к нам, так и у нас к ним. Далее – это гарантия и те обязательства, которые берет на себя компания. Например, мы в «Бастион-С» обслуживаем наших клиентов гарантийно, постгарантийно. То есть на металлоконструкцию мы даем гарантию 10 лет. Что это значит? Что в течение этого времени мы всегда к вам приедем, если с дверью что-то вдруг случится. Например, если у вас новостройка, в течение нескольких лет дом может дать усадку. Это значит, что дверь может немного повезти. Для этого потребуется выезд наших специалистов, чтобы все это устранить. Так вот, звоните нам, мы приедем, все это решим. Помимо гарантийного срока обслуживания дверей, мы обслуживаем наши двери и постгарантийно. То есть мы с нашими клиентами выстраиваем отношения на долгие-долгие годы. И вы всегда можете обратиться в нашу компанию и быть уверенным, что мы к вам приедем в случае любой незапланированной ситуации. Поэтому всегда обращайте внимание, какую гарантию предоставляет вам компания и какие обязательства берет на себя. Следующий важный пункт – это время производства двери. Например, я знаю совершенно точно, что в некоторых компаниях данный срок доходит до 4 месяцев, а то и больше. Но ждать дверь практически полгода, ну на мой взгляд, это очень много. Также знаю и могу сказать, что лично сталкивался с таким. Не обязательно в дверях, когда в магазине ты с продавцом обговариваешь одно, и он обещает тебе одни сроки, а в договоре пишутся совершенно другие. И по факту потом оперируют договором. Так вот, когда вы общаетесь с продавцом и заключаете договор, обязательно смотрите на те сроки, которые прописаны в договоре. И какие там дни – рабочие или календарные. Чтобы для вас не было сюрпризом, что ваша дверь приедет к вам не скоро. Следующее, на что стоит обратить внимание, это размер скидки. Например, если вы приобретаете новую дверь, не дверь с выставочного зала, которая может быть уценена, и на нее может распространяться скидка до 50%, например. А новую дверь, и на нее скидка 30%, 40%, то для меня это всегда странно. Ну, во-первых, о чем это может говорить? Что изначально на дверь цена была настолько завышена, что на нее могут дать скидку 30 или 40%. Ну, по себестоимости вам никто отдавать ничего не будет, люди зарабатывают. Конечно же, такая скидка, она очень приятная. Ее всегда приятно получить, что дверь стоила, там, я не знаю, 100 тысяч, и отдают мне ее за 60. Ну, это огромная скидка, и это очень приятно, и кажется, что надо купить. Но, к сожалению, сегодня маркетинг работает именно так. И человек покупает не дверь, а скидку. То есть, он доволен уходит, что он купил дверь очень выгодно для себя. Но, по сути, он заплатил за то же самое. Я могу сейчас увеличить стоимость на наши двери, из 100 сделать 200, а потом дать вам скидку 50%. Вы довольны, получили 50% скидки. Я доволен, потому что продал вам за то же самое. Но, по сути, между нами произошел нечестный обмен. Расскажу вам на своем примере. Абонемент в спортзал круглый год у меня стоит со скидкой 40%. То есть, когда бы я не обратился и не зашел на сайт, я всегда вижу, что там есть скидка 40%. И раз в год она бывает 50%. По сути, о чем это говорит? Что раз в год скидка бывает 10%. А изначальная цена, она и есть со скидкой 40%. И никакой скидки на этот абонемент просто нет. Еще один момент, на который стоит обратить внимание. Это конечная стоимость вашей двери. Что я под этим понимаю? Есть сам продукт, дверь. Для того, чтобы она оказалась у вас в квартире, либо доме, ее нужно замерить, ее нужно привезти, ее нужно, если эта квартира, поднять, особенно если нет грузового лифта, ее нужно установить. А в случае, если у вас какой-то нестандартный проем, то с ним нужно провести либо расширение, либо усиление. Ну, кучу разных работ. Плюс нужно демонтировать вашу старую дверь. Так вот, конечная стоимость двери – это ваша дверь плюс все эти услуги. И очень часто я слышу от наших клиентов следующее, что вот там дверь дешевле. Но потом выясняется, дверь плюс все эти работы – это еще 50% к стоимости. Мы же называем нашим клиентам конечную стоимость. То есть в каждом нашем салоне и с замерщиком вы считаете вашу дверь от начала до конца. То есть дверь и все эти работы. Монтаж уже включен в дверь. То есть дополнительных плат никаких не нужно. И у вас не будет сюрприза, если вы с нашим консультантом поговорили на выставочном зале, и он вам насчитал дверь, то здесь он, значит, вам включил уже все. Я просто по себе понимаю, что если вам озвучили одну стоимость двери, а когда вы вызвали замерщика и уже думаете, что вы обо всем договорились, то стоимость двери дома возрастает. Ну, это как минимум неприятно и выглядит не совсем честно со стороны продавца. Но многие, к сожалению, так и работают. Потому что, оказавшись дома, думая, что вы сделали выбор, к вам приехал человек, столько проделанной работы, отказаться уже бывает неудобно. Многие продавцы именно пользуются вот этим. Мы так не делаем. Мы хотим работать с нашими людьми честно и выстраивать честные доверительные отношения. Ну и, конечно же, на что стоит обратить внимание, это сама дверь. Первое, вам нужно определиться, что вам все-таки нужно. Что для вас важно. Красота, взломостойкость, шумоизоляция. Либо все это вместе. И потом, под эти критерии, уже выбирать саму дверь. То есть, выбрать металлоконструкцию. Если для вас важна взломостойкость, нужно выбрать дверь с металлом, там, не менее трех миллиметров. Усилением замковой зоны, с качественными замками разных систем запирания. В идеале, два цилиндровых с разными цилиндровыми механизмами. Далее, если для вас важна шумоизоляция, нужно понять, из чего сделаны ваши стены. То есть, если у вас панельный дом, либо пеноблоки, шумоизоляция стен оставляет желать лучшего. Поэтому нет смысла в какой-то супер-супер тихой двери. Если вам нужен эстетический внешний вид, нужно сразу примерно понимать, что вы хотите. И подбирать уже под это. Либо сразу объединить все эти факторы и собрать уже конечный вариант. Зачастую, находясь в различных магазинах, продавец рассказывает вам о каких-то там невероятных качествах двери и впечатляет вас. И порой вы можете приобрести то, что вам совершенно не нужно. Как вот я только что говорил про тихую дверь. То есть, эта дверь супер тихая, за ней ничего не будет слышно. Но я вам еще раз говорю, нет смысла ставить ее в панельный дом, если вы не делали дополнительную шумоизоляцию стен. В двери должно быть сбалансировано все, как и в случае с вашей квартирой и вашими стенами. Поэтому важно и самому это понимать. И чтобы тот консультант, который продает вам дверь, тоже все это понимал и рассказал вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как к покупкам относитесь вы. То есть, я знаю, что есть те люди, которые сначала дома анализируют, изучают, а потом идут уже что-то приобретать. А есть люди, которые сразу идут в магазины и начинают консультироваться. К кому относитесь вы? Будьте внимательны, совершая покупку и не ведитесь на уловки продавцов. Об уловках у нас, кстати, есть отдельный ролик, который вы можете посмотреть по ссылке. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, чтобы не пропустить новые видео о входных дверях. С вами был Сергей, канал Бастион С. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok